Друзья, всем привет! Пришло время заняться заземлением моего гаража. Мероприятие это очень важное и ответственное, но почему-то многие пренебрегают этим и зря, потому что это ваша личная безопасность. Знаешь, как называют похороны электрика? Как заземление. Устройство защитного заземления может быть самым разным. В частных домах или в тех же гаражах чаще всего используют классический вариант в виде трех уголков, закопанных треугольником, либо в линии. Но также есть довольно популярное, уже готовое и эффективное решение в виде стержня, состоящего из нескольких частей, которые вкручиваются одна в другую по мере заглубления. Я выбрал как раз такой вариант, так как с ним меньше всего хлопота, зебельные работы сведены к минимуму. Копайте кабель пока здесь, а я пойду узнаю, где надо. Когда я изучал этот вопрос и выбирал заземлители, я наткнулся в интернете на ролик с испытаниями различных схем заземлителей, то есть треугольник, линия, либо единый стержень. Так вот, это было в прошлом году, тогда же я приобрел, как обычно, заранее заземлитель. Я уже не помню, что это был за ролик, кто автор, но по результатам их испытаний, конкретно в их случае, оказалось, что гораздо эффективнее один стержень длинный, чем три коротких. Ну, стержень так стержень, подумал я и выбрал для себя именно этот вариант. Но нужно учитывать еще ваши грунты, в которые вы будете помещать этот самый штырь. Если у вас песок, да тем более сухой, то нужно выбирать максимально длинный вариант. У меня же грунт глинистый, водонасыщенный и для него по нормам хватило бы даже 4-метрового заземлителя. Я же решил перебить, тем более, что у меня нет соответствующего оборудования, чтобы в последующем произвести замеры и испытания заземлителя. Поэтому выбрал 6-метровый штырь. Состоит он, как видите, из 4-х кусков, каждый по 1,5 метра, вкручивается один в другую по мере заглубления в грунт. Да, еще имеет значение диаметр этих стержней, варьируются они примерно от 14 до 18, по-моему, миллиметров. У меня это середина 16 миллиметров. Чем больше диаметр, тем больше контакт с землей, значит меньше сопротивление и эффективнее ваше заземление. В комплекте с ними идет, естественно, наконечник заостренный, чтобы легче все это забивало землю. Вот эти вот стыковочные гайки, втулки с резьбой или как их называются, в общем, вы видите. Эта штука завинчивается в торец стержня, в него будем бить перфораторами, либо моим отбойным молотком, скорее всего. Вот такая вот хреновина хомут, это для того, чтобы закрепить заземляющий проводник. Токопроводящая паста, видимо, для болтовых соединений, чтобы все было четко. И какая-то еще изоляционная лента, не знаю, надо разбираться, гуглить инструкции, к сожалению, тут нет. Сколько я уже тестировал разной техники, наверное, не счесть. Какая-то более качественная, а какая-то, ну, вы сами понимаете, дешевые материалы, некачественная сборка. Так еще и цена кусается, то ли дело отечественный бренд Кейс Гуру. Ребят, действительно качественная продукция, от всеми известных наушников до пылесосов и пауэрбанков. Лично мне больше всего понравился большой выбор беспроводных наушников CGPods. CGPods по качеству сравнимы с Apple, а по функциям превосходят. В 4 раза дешевле яблок и чуть дороже бюджетных Xiaomi. Функции не придумка маркетологов, а железобетонный факт. У CGPods самый большой в мире динамик, 12 мм. Они превзошли даже самый большой динамик и поставили новый рекорд. Антропометрически выверенная форма. Наушники не жмут, не давят и не выпадают в отличие от яблочных. CGPods X с самым прочным кейсом в мире. Держит нагрузку в 220 кг. Плюс наушники обладают влагозащитой. У CGPods Air Pro микрофон такой же, как у яблочек, с кристальным объемным звуком. CGPods стоит в 4 раза дешевле яблочек. А по моему промокоду TAP7 вы получите скидку 500 рублей. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Опытный электрик не берет жену за две груди одновременно. Вот эти розетки вместе с коробами я смонтировал в одной из прошлых серий. Были вопросы по поводу заземляющего проводника. Я его тянул от щитка индивидуально на каждую пару розеток. А между собой они уже соединены, естественно, шлейфом. Пуэ не запрещает шлейфы как таковые, но на розетках должны быть разные точки подключения этих заземляющих проводников. У меня, к сожалению, бюджетный вариант. Это компания EEC, короба тоже EEC. И здесь, к сожалению, заземляющий контакт имеет только одну клемму для подключения ПЕ-проводника. И да, в моем случае это является нарушением. Вам так делать не рекомендую. Ищите розетки, которые имеют хотя бы две, а лучше три точки для подключения данных проводников. Но я как бы минимизировал эти риски. У меня всего две розетки. В случае отвала одной, отвалится вторая. Все остальные будут заземленными. Ну а линейные жилы шлифуются вообще без проблем. Тут, насколько я помню, таких ограничений нет. По поводу крышки. Спрашивали, насколько легко или тяжело открывается. Я работал и с китайскими коробами, и с Леграндом. Все открываются плюс-минус одинаково. Главное зацепить кончик, краешек. Ну и все, дальше легко открывается. Проблем с этим нет. Возвращаемся к нашим баранам. И можно было бы уже, наверное, начать забивать эти штыри, но есть одно но. Дело в том, что по технологии закручивается вот такая муфта сначала. В нее закручиваем ударный винт, удароприемный винт с шестигранным дуплом внутри. Куда будет бить перфоратор. Так вот, я видел, что в наборе с такими заземлителями обычно идет в комплекте как раз переходник на перфоратор, чтобы он мог сюда бить. У него на конце также шестигранник. И ни разу не видел переходников на отбойные молотки. Но так как у меня 6 метров, для меня что-то как-то не представляется возможным забить 6 метров перфоратором, даже моим вроде бы не слабым. Поэтому бить я буду отбойным молотком. Но у меня нет переходника ни на перфоратор, ни на отбойный молоток. В комплекте его не было. А значит его надо сделать. Ну а делать я буду вот из такой моей самоделки. Это трамбовка. Кто смотрит с самого начала переделку моего гаража, видел как я с помощью нее трамбовал здесь землю с отбойным молотком. Но долго она мне не служила. Все время разваливалась. Ударная сила у отбойного молотка не слабая. Поэтому сварной шов не выдерживала. Все время отваливался. Я варил, трамбовал, варил, трамбовал. В итоге задолбался, купил заводскую трамбовку. Кстати, я ее буквально недавно убрал на хранение вместе с отбойным молотком. Замотал все в пленку, на совесть завернул. Блин, теперь надо опять доставать. Вот эта вот штука, это в наборе с отбойным молотком шла. По-моему, то ли штырь, то ли плоская зубила. Я уже не помню. В общем, я у него кончик отмахнул и приварил сюда. Но теперь надо снова отпилить. И на конце сделать шестигранник, чтобы он спокойно входил в этот удароприемный винт. Продолжение следует... Продолжение следует... Для хорошего электрика не существует такого короткого замыкания, которое он не смог бы удлинить. Фрезера у меня, к сожалению, нет. Поэтому шестигранную форму буду задавать самым тупым способом, с помощью болгарки. Как-нибудь тут грани нарежу, лишь бы вошло. В принципе, можно было вообще здесь сточить побольше кругляк, чтобы он сюда залез. Но как-то не хотелось бы, что называется, шилом долбить. Хочется, чтобы мяса осталось побольше. Ну и сейчас, короче, повозюкаю и посмотрим, что получится. Здорово облегчает это мероприятие наличие шестигранника на самом теле вот этой оснастки. Я просто переворачиваю на нужную граню все и фрезерую в плосый. Главное, болгарку держать строго горизонтально. Ну, какова красота, а? На токарнике сделал небольшое закругление, потому что внутри также присутствует это самое закругление. Все, отлично, можно долбить. Продолжение следует... Небольшое пояснение по поводу выбора места для забивания стержней. Дело в том, что сам щит освещения висит у меня вот с этой стороны от ворот. И логичнее было бы где-то здесь забуриться, чтобы раз нырнул туда и все, и напрямую к щитку. Но, к сожалению, это невозможно, так как... Так как вот здесь, по краю дороги, ну, тут не видно сейчас, заросло все травой, там идет дождеприемная канава. Далее она ныряет под землю в водосточную трубу, и эта труба проходит аккурат под вот этим самым местом и проходит внутри моего гаража. Далее там идет куда-то в канализацию, в общем, не знаю. И я просто боюсь попасть именно в эту трубу канализационную. А это, как вы понимаете, полная фиаско. Поэтому копаю здесь. Ну, а дальше я приварюсь просто к створу ворот. Будет он у меня частью заземлителя, а от него уже пойдет проводник в щит на общую шину. Ну, берем первый стержень, заворачиваю на него острый наконечник. Закрутить его надо максимально четко, плотно, чтобы он у нас потом в процессе забивания не открутился, иначе это будет трэш. Резьбу надо обязательно смазать вот такой проводящей смазкой из комплекта, какашечного цвета, видимо, она с медью. Далее наш удароприемный винт, и можно колотить. Закручивать надо обязательно до конца, чтобы не повредить резьбу. Первый штырь нужно постараться забить максимально ровно, четко под углом 90 градусов к поверхности земли. Контролировать буду этот угол с помощью цифрового инклинометра. Единственное, чего я опасаюсь, это чтобы на пути не попалась какая-нибудь плита мусора. Здесь очень много кирпичей, маленькие камни я не боюсь, а вот какой-нибудь кусок плиты это да. Это будет конец истории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, шоколад! В процессе забивания надо все время подкручивать, чтобы не открутилось. Опа! О, тут уже высоко тяжелее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три метра есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 не могу закрутить удароприемный винт похоже слезала маленько первую нитку резьбы надо ее сточить хотя сюда наверх уже наверно можно и не мазать потому что это муфта закручивается только для забивания потом я ее выкручу наш будет одеваться этот держатель кабеля ладно маслом кашу не испортишь может зато легче выкрутиться ну что последний штырь остался последние полтора метра что могу сказать точно так это то что перфоратором я бы его никогда в жизни не забил не лезет уже пробовать долбануть сил очень шумная машинка без наушников тяжело далее на штырь одевается вот этот хомут в него зажимается заземляющий проводник а для герметичности все это должно помещаться в такой сантехнический удлинитель но так как все болтовые соединения заземления должны быть обслуживаемыми то есть к ним должен быть доступ чтобы периодически подтягивать болтики и вообще осматривать что там происходит и 110 миллиметров как-то маловато не удобно здесь ковыряться поэтому свежу пожалуй куплю удлинитель диаметром побольше следующий диаметр по моему 160 миллиметров а так в принципе самое сложное я сделал все 6 метров у меня под землей в какой-то момент я даже сомневался что смогу последний штырь загнать ну нет получилось отлично жизнь электрика василия была настолько скучно и однообразно что когда он падал со столба перед ним пронеслись лишь восемь метров столба и так это уже следующий день вчера я съездил в магазин купил вот этот самый удлинитель трубы большего диаметра ну и что называется почувствуйте разницу вот это был первый вариант это второй ну естественно с таким диаметром не обслуживать будет намного проще и комфортнее в нижней крышке надо сделать технологические отверстия для ввода трубы и кабеля диаметры отверстий будут одинаковые потому что засовывать я буду через вот такие вот кабельные воды уплотнительные резинки чтобы все было максимально герметично и так далее Так, нарисовалась очередная проблема. В качестве проводника, который будет соединять с заземлителем, это медь с сечением 10 квадратов. Для алюминия минимально допустимое значение 16 квадратов, для меди 10 квадратов. Ну и я что думал, обожму гильзой медной, чтобы все было как положено, цивильно. Но здесь отверстие рассчитано под диаметры большего сечения. То есть оно тут болтыхается, как кое-что в проруби. А это значит, что придется что-то выдумывать и колхозить. О, какая медная колбаса получилась. Теперь точно все зажмется. Ну да, тут есть куда давить. Отлично. Единственное, я не знаю, надо ли вот это все смазывать только проводящей смазкой или не надо. В этом году мне еще нужно успеть сделать здесь отмостку. И не знаю, то ли сделаю люк, то ли эту трубу удлиню и крышка этой трубы будет вровень с отмосткой. Наверное, так и сделаю. И я в любой момент смогу открыть, посмотреть, подтянуть, смазать, если это надо. Как всегда, не вовремя одеванул дождь. Блин, не дает дождь работать. Я только попытаюсь выйти, он опять начинает лить. Только выйду, он сильнее. Придется на завтра переносить, потому что все равно еще сварочные работы. Сегодня не успею. Ну, что делать. Увидимся завтра вечером. Похороны электрика. Разговор в толпе. Какой еще молодой, сколько же ему стукнуло. 380. Вчера я под дождем все-таки умудрился запрессовать конец, тут все заизолировать. Все сделал четко, красиво и технично. Но потом начало все грохотать, сверкать, началась гроза. Я понял, что пора завязывать, потому что заниматься заземлением в грозу, это даже не слабоумие, отвага, а чистой воды самоубийство. Делать вам так тоже не советую. Это реально опасно. Да, и я вчера поторопился, закрывая эту коробушку, потому что я забыл про вот эту ленту, которая шла в комплекте. Это битумная лента, ею нужно заизолировать как раз наше вот это вот болтовое соединение для герметизации. Ничего себе завакуумировалось. Все, замотал как конфетку. Ну вот, теперь можно закрывать и переходить к сварочным работам. Надо приварить болтик, к которому я прикручу проводник. Так, вот эта конструкция, это на пару месяцев, до конца лета, пока я не сделаю отмостку. Я сейчас присыплю землей, чтобы просто когда здесь буду ходить, не наступить, не проломить эту крышку. Я не знаю, может быть она и не проломится, но на всякий случай, чтобы обезопасить и себя, и крышку. Блин, этот говнокор от меня чуть без пальцев не оставил. Жесть какая-то, не могу открыть, он ломается, на куски крошится. Он за две недели высох что ли уже? Ничего не понимаю. Жесть. Поэтому я сюда работаю перчатки, в этот раз не одел. И я думал, что у меня есть план, как действовать дальше, как заводить кабель. А оказывается, плана нет. Я не знаю, как мне лучше поступить. Тем более, что кабеля осталось совсем немного. И я так думаю, что придется бурить отверстие сквозное. Рядом с водным кабелем не желательно заходить, да и там места нет. Сделать отдельное отверстие прямо в коробе. Ну и все, и зайду сюда на шину. Других вариантов нема. Ну и кто скажет, что глаз не алмаз. Смотрите, миллиметраж какой. Вышел четенько возле створа ворот. Ну и все, сейчас здесь тоже болтик приварю. Кобелечек зацеплю и сюда нырну. Ну вот так вот все аккуратненько получилось. Посадил в термоусадку. Завел без гофры. По-хорошему, конечно, надо с гофрой, но поленился я сверлить большим сверлом, большим буром, потому что я там разбарабанил отверстие. И с той стороны оно в опасной близости с водным кабелем. Это здесь от них расстояние приличное, потому что я под углом заходил. А там они совсем рядышком. В общем, я побоялся. Думаю, и так сойдет. С этой стороны оставляю до завтра в таком виде. Завтра буду обжимать. Сегодня надо ехать дочку забрать с танцев, поэтому до завтра. Ну-с, я вроде все подключил все заземлители на общей шине. И можно, в принципе, закрывать щит. Сейчас я это сделаю, но для начала хочу вам кое-что продемонстрировать. Дело в том, что, как я сказал, у меня нет мегаметра, чтобы проверить качество моих выполненных работ. Из-за меры сопротивления заземлителя. Но, честно говоря, я даже не представляю, как бы я это делал. Потому что в радиусе 20-30 метров от гаража асфальт. А у мегаметра нужно забивать колышек на расстоянии, равном длине заземлителя. То есть на 6 метров. Можно, конечно, расковырять асфальт, воткнуть там как-то. Но, мне кажется, данные уже будут некорректные. Поэтому есть старый дедовский способ. Не знаю, проверенный он или не проверенный. Но это просто способ с помощью лампочки. Ну, а для начала я демонстрирую работу лампочки от сети фаза 0. Всё горит. Горит ярко, чётко. А теперь я 0 переношу на землю. И лампочка горит, на мой взгляд, с такой же яркостью. Давайте ещё раз. 0. А теперь земля. Вроде как с такой. Ну, это, конечно, всё такое проверка на глаз. Но, по крайней мере, я могу подтвердить, что нет обрыва. И сопротивление, по крайней мере, на глаз укладывается в нормы. Тем не менее, как только предоставится такая возможность, я замерю сопротивление моего заземлителя. Потому что, ну, во-первых, ей интересно. Ну и чтобы спать спокойнее. Ну, а пока оставляю так. Закрываем щит. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, пишите, что вы об этом думаете. Берегите себя, соблюдайте технику безопасности. Всем добра, удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok